Мы с вами находимся на переломном, переломном моменте для цены биткоина. И не знаю насчет тебя, но я точно знаю насчет себя. Я должен буду принять ключевое решение. Закрою ли я эту сделку и заберу прибыль более 400 тысяч долларов, уйдя в освоясь, или я закрою половину этого, чтобы, может быть, снова перезайти в сделку, если цена поднимется. Где-нибудь здесь или тут, неважно. Позволив мне сократить цену захода. Или же мы позволим цене катиться дальше, потому что у нас все еще остается незакрытый фитиль. И эти фитили закроются. Они закрываются, и я верю в то, что они закроются. А еще эти потрясающие 650-граммовые кружечки, потому что на фотках они могут казаться маленькие, на самом деле они огромные. Да настолько, что вам больше никогда не придется покупать кружечки. Ведь кружечки от марки Цайфера с пятюней карандашиком снова доступны к продаже. Они ждут вашего заказа, а их количество ограничено. Их осталось 280, и как они закончатся, мы будем делать новый заказ. Не знаем, на сколько нас хватит. Цена есть цена, а я на этом ничего не заработаю. Это есть, что есть ничего лишнего. Но если ты потрешь пальчиком картинку, то все вылезет наружу. Обалденные кружечки. Я купил даже себе. Ссылка в описании. Удачи. И пара вещей. Очень, очень невероятно важные времена. А завтра будет большое... Что ж, ожидается большое... Событие. Кто-нибудь в курсе, о чем речь? Ну, хоть кто-то. В общем, в конце концов, самый важный отчет по доходам NVIDIA появится завтра. И я здесь, ребятки, должен вам сказать, что у нас есть кое-какие завязки на NVIDIA. Четырехчасовой money flow, импульс вверх-вниз, RSI, буквально все здесь переплелось, и... В дополнение, еще этот тренд. И я думаю, что на более крупном таймфрейме как бы потенциально выглядит медвежьим. Импульс разворачивается, RSI разворачивается, money flow сокращается, так что очень и очень важный отчет нас ждет завтра от NVIDIA. Станет ли это событием продавая новости? Или же NVIDIA возьмет и взлетит вверх, захватя с собой биткоин? Что ж, увидим, и увидим уже завтра. Но прямо сейчас, в краткосроке, то, что нас беспокоит, что меня беспокоит, это биткоин, который, бум, и проломил эту паутинку. Симпатично, прямо в серединке. Если вы не смотрели мое предыдущее видео, то посмотрите. Ведь все вы, спрашивающие о сигналах, о моей группе сигналов Криптофейс. Да блин, ребята, вам не нужна эта группа с сигналами. Ведь я вам даю прямо здесь бесплатно ответы. И ответы вам были предоставлены в последнем видео. Бесплатно. Сами смотрите. Два дня. У нас длится суперплотный импульс. Триггерная волна вниз. Также у нас есть маленькое плотненькое пересечение. И вот почему... Знаете, я не удивлюсь, если эти свечки немного подскочат, а затем отвалятся вниз. Но что? Что из себя представляет эта желтая линия? А это, ребята, дата. Это вторник, 17 сентября. Что, похоже, должно стать днем для выживания, момента, когда сократятся ставки. Но сможет ли изменить мир это крошечное изменение ставки? Поменяет ли это рынок недвижимости, о котором сейчас каждый сходит с ума? Задумайтесь, поменяет ли это что-то. И то, что мне подсказывает мой внутренний голос, а также мои графики. Что, вероятно, это станет... Кстати, у нас здесь есть китайская четверохимпульсная волна. Так что я думаю, что это будет краткосрочный памп. И, вероятно, большой дамп. Я думаю, что 17 сентября мы с вами увидим. Или прямо сразу за этим днем. Скоротечный, я говорю об очень быстром. Взлете свечи вверх, который потом раз-два. Вот что мне подсказывает мой разум. И такие события в крипто всегда, всегда медвежьи. ETF, биржа 7E, все, о, чел, все эти очень крупные события в крипто, которые должны были быть бычьими, но нет, они меня оказались. И вот почему я так же, как бы, склоняюсь к медвежке в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Каждый, независимо от того, кто он, когда вступает в мир крипто, сталкивается с физическим законом. Это закон физики, что как только ты покупаешь биткоин, впервые ты всегда нарываешься на дамп. Это твой штамп качества. Это твое право зайти на борт. Это твоя декларация, мать ее, независимости. Это твой рюрик. Никто не входит в крипто и вдруг оказывается в брачном путешествии. Зашел, слился. И это твой судьбоносный тест. Это тест твоей закалки. Это тест тебя и твоей воли. И есть еще пара взаимосвязанных моментов, оказывающих влияние. У нас есть древняя, четырехимпульсная формация из китайских импульсов. Если ты был в рынке годы назад и пережил 2018-17, то мы это называли, знаешь, не хочу говорить, я не хочу проблем, но это китайский паттерн, содержащий четыре горба. Это могут быть горбы совершенно любой формы. Но четыре пампа, ведущие вниз. Китайский чинг чонг, ведущий вниз. Это самое любимое число биткоина. У биткоина есть любимое число. И это число четыре, за которыми следует три и пять. Так что нас ждут крупные отчеты по NVIDIA. И должен сказать Money Flow на четырехчасовом таймфрейме. Три часа? Нет, здесь импульса нет. А вот Chill RSI силен. Так что я считаю, что есть вероятность того, что NVIDIA и у NVIDIA есть шансы пойти завтра вверх. Так что потенциально она может с собой захватить остальной рынок, ведь мы все еще в этом диапазоне. По биткоину. Мы как бы в этом диапазоне, и у нас есть время. Движения вниз происходят быстро. Но, например, мы с вами ожидаем... Кстати, это 12-часовой график. Перед вами 12 часов. 12-часовой график. Каждый кирпичик — это 12 часов. Если мы пойдем в дневку, то каждый кирпичик, каждая свеча будет день. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять дней! И на это ушло скоротечные десять дней, чтобы упасть в 25%. Так что, знаешь, мы опаздываем по тренду. Так что, может быть, семь дней, может быть, десять дней, сколько бы ни было. Но я думаю, что мы увидим снова пятьдесятка. Хотел бы, чтобы было вот так. Я хотел бы, чтобы цена только лишь шла вверх и вправо. Только вправо-вверх. А мы бы все жили только в счастье и достатке, а все печали и беды оставили бы позади себя. Но это все нереально. Реальность такова, что мы должны выживать. Мы с вами должны выживать. А когда ты выживаешь, то цена движется и вверх, и вниз. Так что ты должен учиться на своих потерях и быть скромен в ожиданиях победы. Должен вам признаться, что некоторые люди в моей жизни прям конкретные, невероятно приумножали свое богатство, а также здоровье. И это флоп энд гроппер. Просто хочу по-быстрому рассказать об этом трейдинге, об философии американской мечты и мечты всего мира. Белый штокетчатый забор, работа и у тебя, и у твоей жены. У вас двое-трое детей, у вас есть хобби, у вас две машины, белый заборчик и выход на пенсию с миллионом долларов. Так вот, такой жизни больше нет. Все. Но теперь все, что вам нужно, это работать и накапливать небольшие суммы денег, небольшие копилочки, при этом брать на себя риск. Ловить скачок за хвост. Очевидно, не играть азартно. Мы вам не говорим участвовать в азартной игре, мы говорим, хватайте скачок. Небольшая сумма денег, небольшой скачок цены. Если ты не попал, ты потерял, ты повторяешь это снова и снова. Потому что сейчас ты не можешь просто откладывать деньги и выйти на пенсию с миллионом долларов. Теперь это не работает. Бро, миллион долларов, теперь это мало. Сейчас миллион долларов, это буквально сто тысяч в год. Ну, может быть, пятьсот тысяч долларов. Сот тысяч долларов десять лет назад? Ха, да народ только об этом мечтал. Теперь это не работает. Теперь это четыреста, пятьсот тысяч долларов в год. Это новые сто тысяч долларов. В общем, короче, повторю снова важную мысль. То, что я считаю, мы формируем китайскую четырехимпульсную волну, приведущую к сливу. Но сколько времени это займёт, чем это кончится? Ладно, 17 дней. То есть у нас осталось две недели. Две недели! Может быть мы снова взлетим, потом опять упадём? Потом взлетим, потом опять упадём, потом бум! Крах-бах-трах! Китайский чонг пришёл к концу. Китайский чонг завершён. Снижение ставки? До свидос. И это то, что нам нужно. Боль, это то, что нам нужно. Потому что и эта страна, и этот мир это пытался избежать очень давно. Нам необходим крупнейший откат и очень основательная перезагрузка, потому что чем дольше мы ждём, тем хуже это будет. И может быть даже это не произойдёт. Слушай, возможно этого реально не будет. Инфляция продолжит расти, цены инвидии продолжат расти, и все эти фондовые акции будут расти. Ведь когда растёт инфляция, то вообще всё кругом растёт. Товары, зерно, кофе, бобы, фьючерсы на крупный рогатый скот, акции, вообще всё, вообще всё растёт, когда есть инфляция. С инфляцией всё кругом растёт. Ясно. Некоторые это могут воспринимать как технический бычий рынок. Но не все. А также, о боже мой, как я мог забыть. Это хит-мап, который на самом деле показывает карту ликвидации, цену биткоина, которая не идёт никуда, пока не разликвидирует народ влево и вправо. Гляньте, бам! На нах, ещё осталось огромное количество в запасе. Вы только посмотрите, дайте сделаю картинку покрупнее. Посмотрите сюда. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! Здесь нечего ликвидировать, а здесь полно чего ликвидировать. В направлении низа. И сейчас мы как бы стоим. Но я должен решить, я здесь должен принять решение. Хочу ли я пойти в эту мясорубку? Нет. Я не хочу делать такой трейд с 5 миллионами долларов. Хочу ли я встрять с этими прибылями? Нужно ли посмотреть на более мелкий таймфрейм? Что лучше я могу здесь делать? Знаете, знаете, в общем, делаю, что могу. Это, в принципе, всё, что мы сейчас можем сделать с вами. Избегайте ФОМО. Избегайте ФОМО. И единственное, как вы можете избежать ФОМО, это делать вот это. Вы должны и отвлекаться от трейдинга. На регулярной основе. Неважно, неделя это или один день. Например, неделю в месяц, типа того. И, вероятно, даже этого будет недостаточно. Как только вы начинаете торговать много, вы попадаете в ФОМО. Повторю, вы становитесь заложником ФОМО, когда вы торгуете слишком много. Когда вы берете отпуск, потом возвращаетесь, вы очищаете свой мозг. Боже, храни Америку.